В Германии всё громче звучат требования исключить из социал-демократической партии Герхарда Шрёдера, особенно после его недавнего интервью американскому изданию New York Times. После начала войны в Украине давление на бывшего канцлера Германии и давнего друга Владимира Путина усилилось. Уйти со всех постов, которые он занимает в российских энергетических концернах, призывали Герхарда Шрёдера многие немецкие политики, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц. New York Times пишет, что от российских концернов Шрёдер ежегодно получает почти миллион долларов. В интервью издания экс-канцлер заявил, что оставит руководящую должность в российской нефтегазовой компании «Роснефть» только в том случае, если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу. То, что он не уходит с постов в такой ситуации, когда очевидно, что его партнеры по договору связаны с кем-то, кто ведет агрессивную наступательную войну, это постыдно и плохо. Но меня это не удивляет. В интервью американскому изданию Герхард Шрёдер заявил, что считает войну ошибкой, добавив при этом, что, цитата, «Путин заинтересован в ее прекращении, однако все не так просто. Есть еще некоторые моменты, которые необходимо прояснить». Что касается военных преступлений, совершенных в Буче, то, цитата, «они должны быть расследованы», однако экс-канцлер Германии полагает, что эти приказы исходили, цитата, «от нижних чинов, а не от господина Путина». Напомним, что российский президент ранее присвоил почетное звание гвардейская, мотострелковой бригаде, солдаты которой подозреваются в совершении военных преступлений в Буче в Киевской области. Хендрик Вюст от партии ХДС требует от руководства Социал-демократической партии Германии начать процедуру исключения из ее состава бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Интервью Герхарда Шрёдера изданию «Нью-Йорк Таймс» вызывает тревогу, и у него должны быть последствия. Мы должны утвердить на законодательном уровне, что финансовое обеспечение бывших канцлеров, а также бывших федеральных президентов, возможно только в том случае, если они не получают деньги от других государств. Видеть Герхарда Шрёдера в числе однопартийцев больше не хотят и в рядах СДПГ. Мы должны перестать воспринимать его как государственного деятеля, как бывшего канцлера. Он получает деньги, работая на российские государственные предприятия. А его защита Владимира Путина от обвинений в военных преступлениях прямо-таки абсурдна. Герхард Шрёдер выступает против энергетического эмбарго. Даже сейчас, спустя два месяца после начала войны, он считает, что что бы ни случилось, российский газ и нефть продолжат поступать. Кроме того, в интервью «Нью-Йорк Таймс» он заявил, что когда война закончится, Германия возобновит свои отношения с Россией. Политолог Ханс Хеннинг Шрёдер с этим не согласен. По его мнению, в будущем западные энергетические компании откажутся вести дела с таким ненадёжным поставщиком нефти и газа, как Россия. И Берлин действительно возобновит отношения с Москвой, но только после смены власти в этой стране, считает политолог. Нынешние власти в Москве нарушили все имеющиеся договорённости и прекратили сотрудничество на европейском континенте. Так что зачем с ними поддерживать отношения? Герхард Шрёдер не прав в обоих этих пунктах. Этим он лишь показал ограниченность своего горизонта. В интервью американскому изданию Шрёдер также рассказал, что в марте украинская сторона попросила его поехать в Москву в качестве посредника, чтобы убедить Владимира Путина остановить кровопролитную войну. Как известно, эта инициатива полностью провалилась. Продолжение следует...